итак доброе утро ребята понедельник 9 января я уже на месте но обычная история референс номер отправил запрос теперь жду тимак агро мне вот сюда есть паркинг но видно закрывается и прежде чем заезжать к проходной надо читать таблички конечно сначала надо заехать на паркинг хотя французы смотрю некоторые блин либо как говорится борзые либо блин по незнанию подъезжают делают пробку там другие сигналят им блин типа что за херня блин сначала надо поставить на паркинг потом эти оформляться документы потому что не торопятся не утро еще оформлять эти документы и пропускать вот еще один заехал тоже борзый вот за ним поедут и будут сигналить вот такая вот фигня эти блин ветер весь лохматый я он и пошел оформляться один вечный которые постоянные клиенты друг друга тут знают но некоторые французы недовольны что кто-то там блин там написано оформление через паркинг плейс сначала сюда заезжаешь потом идешь да ладно ждем сообщение я вот так и думал что нужно будет референс номер потому что там какие-то борзые на загрузки эти блин ничего вообще ты должен все сам заполнить мне только печать ставить не референс номер я у них спрашивал референс номер у вас должно должно быть самих ее просветы мы только типа груза это логистика странная но я ладно ждем и поедем выгружаться каком месте я стою такой маленький портик рыболовные суденушки стоят и там наверно тоже по моему рыболовные маленькие чуть побольше жду прислал из офиса что сейчас послал запрос короче городок сан мало насколько я помню это было кажется 3 ушки 40 встречался этот город смотрю останки крабов но эти любят они кушать эту фигню хотя может быть чайки это съели тут наверное эти скутера заезжают сюда во блин смотри сколько остатков крабов и узнают может здесь крабов ловят а вот они кстати плавают ну это уже походу мертвые крабы блин ну да блин может чайки их вылавливают потом тут расфигачивают да это же мертвые не живые правильно вон какой здоровый видите может они залезают сюда нет я думаю что это чайки вылавливают их из воды и потом тут колбасят клешни остатки клешин интересно посмотреть как они это делают вон там находится пока сообщение нету интересно блин а это что там такое висит это просто полиэтиленовый пакет да вот таких а что не крабов ловит не ну это не краболов это это все эти тралы явно ну блин интересно как крабы такие здоровые блин такой блин укусит мало не покажется правда туда не полезу на это вылезет какой краб схватит меня за ногу сколько тут много вообще почему они тут всплыли может по выбрасывали реально хоть бы блин дышали бы что ли или отравились ладно пойдем мы будем там в кабине тоже какой-то интересный экскурсионный что ли а пойдем посмотрим что это такое за чудо стеклянное ну что ресторан плавучий блин даже трапов у них нету да лоссманский только рабочий трапик хотя может рабочий такой это ветреную задушку не один пошел на рыбалку поздновато да интересно что это такое блин маленькая лодочка или это какой-нибудь учебный тоже трапа нету здесь трап кстати с той стороны весь висит я видел какой-то выставочный были ведут что-то делается из него ремонтируют но тоже территория по ходу мне может быть даже вот сюда надо будет ладно не будем особо гулять тут он скажет снимать запрещено пойдем до машины посидим там друзья мои завершили мы выгрузку все в порядке теперь получать новое задание 205 километров завтра завтра у нас что завтра у нас погрузка 8 утра я понял ну сейчас по какому маленькому городке небольшом заскочим лидл магазин здесь по дороге лидл о блин а дачки одевать желтые отражение идет как это зеркало блин ужас самое враг блин шофера вот это отражение это асфальта что по выгрузке блин казалось референс номер не нужен это возврат они пришли целая комиссия проверили груз блин как закреплен груз проверили потом при выгрузке блин а оформили документы накладные заехал на весы потом при выгрузке смотрели блин каждый полет на право и сканировали грубо говоря и еще как бы смотрели какое состояние я понял типа возврат знаете как хочется докопаться что там это я говорю а почему кстати возврата она горит качество плохое я думаю в латвии определили что качество плохого ну как то вот так тут буквально сколько километр до лидла надеюсь там будет возможность заехать на него блин как медленно ты едешь еще непонятно заезжаешь не заезжаешь съезжаешь не съезжаешь ну в любом случае надо уважать крыльковые машины правда блин ну его в бане 450 метров направо там можно будет заехать вообще на правом и здесь следующем повороте посмотрим на картинке по гулу там стоит рядом с видом грузовая мощи на фура стоит значит может быть и нам на можно будет блин на стройку приехал заехал бегу где-то заворачиваются где-то заворачиваются ну не здесь же конечно вот здесь где-то повороты у нас появились я надеюсь здесь можно будет повернуть а ну да сейчас ленивец поднялся думаю что-то как-то лишняя лампочка горит не закрыл тройки я надеюсь там пройду никуда там не попаду в засаду сколько тут еще осталось 600 метров надо сказать а то у меня блин припасы заканчиваются это сегодня значит я проеду там сколько два часа три часа и встану на паузу в ожидании ну так по телеграмме я не думаю что там что-то изменится типа сегодня по грузке хотя могу сегодня загрузиться а и груз по-моему на испанию как я понял поедем обратно в нашу любимую испанию правда еще не смотрел сколько там километров до этого места о блин транзит запрещен зашибись вовремя знак поставили очень вовремя просто колоссальный когда-то уже повернул и он стоит как бы блин навстречу поворот но я не транзит я за продуктами как-то надо блин хитро проехать здесь поворачивать я не буду я дальше поеду на кольце нифига мне здесь поворачивать правильно здесь мы поворачивать не будем нам тут тоже не надо поворачивать вот зачем так ведешь ты меня ты же блин грузовая машина надо по кругу пройти и вот туда выйти заехать ворот не ворот а вот этот поворотик как правильный поворотик я надеюсь что я заеду там стояла машина на гугле тут просто за мной написано что нельзя видела что я еду тети и вот открыл аж интересно так вот и нормальный знак уже был запрещен а как мы теперь делать надеюсь провода не зацеплю а доставляем груз где тут лидл вот он лидл он как бы вот сюда встанем здесь сходим в магазин не впервой блин только там поворот будет не алло казалось будет нормальный поворот сначала там показывал мне ну ладно разберемся там нету там нету там нету все в порядке в принципе должно пройти здесь широкий хороший а то обычно знаете на этих улицах такие повороты что такое что такое грязный этот самый что ли датчик опять тут бы я выезжал было потруднее так что я нормально там очки ну блин вообще ужасно ужасно это все происходит так это показывает мне прямо не налево надо будет поворачивать мимо этой стройки а где там налево за светофором налево блин вот это ну ладно сейчас выйдем уже погоним кушать хочется уже достаточно сильно неисправность камеры переднего обзора показывает запачкался что ли он датчик надо будет почистить поедем здесь зачем мне туда налево слайд так что нормально ребята все в магазине немножко прикупился только быстренько потому что блин не хочу с жандармами тут можно было заехать без бнака вот здесь наверное надо было повернуть хотя я по-моему здесь и поворачивал а потом еще раз направо надо было повернуть там где то выстройка стояла сейчас выберемся за город там где то выстройка стояла перекусим перекусим чуть-чуть чуток чутка говорят то у дирекшина главное направление как англичане говорят например направление того то есть да я спрашиваю вот здесь бусы можно ехать или это уже закрасили бусы не поймешь тут одна она закрашена потому что здесь было не было для велосипедистов видно сделали для велосипедистов и закрасили потому что поменяли размер добавили для велосипедистов да в испании это хорошо посмотрим как далеко как близко так сейчас нам направо бараджа д по-моему нам на рейнс ехать в ту сторону в то направление ну что сказать погода улучшилась пока я стоял ждал погрузки ливень шел обалденный как и ночью сегодня и вчера блин целый день то ливень то он пропадает он блин вообще нифига не видно ну про сады блин это отражение главное не сверху отражения именно с асфальта понимаете очень противно а я уже повторяюсь что поделать вот очки кстати солнечные очень в это время не солнечные меня желтые солнечные противосолнечные солнцезащитные кучу колец проезжать надо повнимательнее быть какие блин горки пешеходные кстати приедем на парте надо будет подмести подмести прицепе мы же люди культурные мы же следим за машиной за прицепом здесь хорошо здесь прицеп постоянно это очень радует это уже знакомы мы здесь ехали я не знаю вы видите ли что-то или нет в экранах регистратор что-то показывает потому что такое такая сетка крутая я вам скажу 15 полетов и полный груз чтобы и может быть еще что-то будет добавлено хотя обещали без этих самых без блин разных грузов загрузок если бы не очки я бы сломал глаза в бачках не совсем комфортно ехать жарко мне блин в этой кофте надо переодеться еще в рабочий рабочий день я задумал что сегодня будет и выгрузка и погрузка вообще-то по большому счету но оказывается на данный момент я ничего нет никакой дополнительной информации блин что сегодня что он сообщение на завтра кстати выгрузка после завтра что-ли выгрузка или 12 что-то часто потом расскажу вам потому что я нифига толком не вижу но вы истинцы из города да и кстати заметил когда я шел вот так учился с левой стороны стоит коллега вот стоит коллега они тут ночевали даже я видел когда проходил утром что у них занавески были закрыты то есть ночевка у них тут была но это наверно сейчас не ночует правой а левой не левый тоже не ночует паузу делает такие кармашки есть дорога такая она не с ней вот сант-малу мы выезжаем до 30 301 то есть как бы националка могут сказать на них частенько есть карманы где можно остановиться на сутки я думаю может даже на двадцать четверку можно было встать я не стоял но сам факт что наверно можно на верно я не не говорю по что-то из вас стоял вот так карманок двадцать четверку вообще наверно классно блин так постоять правильно магазины рядом город рядом пошел погулял ваша прайон был нормальный ну нормальный в смысле без грабежей так скажем ну вот сейчас выходим на какую-то трассу а не 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 300 первая тут же кажется 137 и погоним встать посмотреть почистить датчиками сюда с датчиками думаю ну фиг его знает круиз работает значит это с датчиками с датчиком украины не работал да действительно как-то блин странно может люфт поймал пишет про камеру а я вот на этот партнер заезжал да вот на этот партнер заезжал немножко посмотреть куда я еду уточнить точку с левой стороны которая только я хотел этого обе обогнать это циклисты а он правый ход молодец ну что ладно вы ехали за город ребята едем на первый паркинг по барабану на какой йогурт и я купил простой йогурт потом типа пудинговые орешков чипсов колбасы вообще нету никакой белые сардельки и привет непонятно по какой цене вот нереально непонятно на одной позиции стоит три цены и не написано что цена от 2 99 до 7 да приеду еще потом посмотрю куда мне ехать по слову сборные грузы печаль что сборных не будет так что он платника едем а булочки купил булочками запахнулся чайковского сесть сделаю у меня супчик есть супчика поедешь вчера суп варил типа аля куриная соляночка о блин да оливки не посмотрел хотел оливки купить ну правда у меня супы уже закончились надо супчиков купить знаете такие блин забрасываешь сардельки забрасываешь оливки туда немножко лаврика соли и сам супец из банки либо из пакета и получится типа блин дорожная соляночка вот так что гоним на парке немножко приближаемся к месту завтрашней загрузки вот уже высматриваю паркинги тут есть два с половиной километра до какой-то ю заправки потом уже до паркинга десять а потом нету паркинга есть еще ю какая-то заправка сейчас будем проезжать мимо вот этой ближайшей ю и посмотрим она с паркингом или это просто заправка если с паркингом то можно ехать еще двадцать километров потому что там будет еще такая а если без паркинга то надо блин значит через восемь через десять километров становиться и останется мне 40 километров завтра с утра проехать и посмотрел я куда я повезу груз чуть больше десяти километров в Испанию типа завтра погрузка а после завтра выгрузка нам не надо постараться надо добраться до Испании ну вот до места выгрузки посмотрим там правда до часу значит надо будет девятку отдыхать так ну что где-то здесь заправка или это заправка в городе нет вот ю заправочка вот тут для отдыха фурам мест нет здесь такая чистая заправка нормально интересно даже блин со стиральными машинами но фурам здесь стоять негде я не вижу поэтому где-нибудь там стороне но я что-то как-то не заметил да да поэтому будем идти на заправку которая через восемь километров в принципе сейчас должна это убраться из карты но там больше не было там были заправки за поселком ну за городком так скажем нету шесть километров семь километров до паркинга потом опять какая-то заправка и ю заправка так хорошо конечно постираться но блин может там и есть где-то места если заехать поискать но я как-то вот еще одна заправка здесь ближе один километр ой не заправка партинговая зона мы поедем в дальнюю поближе вот блин кто там орешек сел как прикусил аааа щеку мама не горюй ну и вот нафиг аж искры с глаз посыпались ну может вкусил половину естественно канал там есть тут нету а вон там напоминает ручей в котором мы купались в Белоруссии на Анжер я кстати в прошлый раз когда ехал из Испании по-моему через Анжер и шел если я не ошибаюсь и пойдем мы по-моему опять на эту самую на Испанию через страну Басков если я не шо через Бордо ну я по-моему таким же путем как просто нашел я ну что хоть дожди здесь прошли я смотрю закончились может не будет больше солнышко травка настроение хорошее ну как-то тоже странно фиксированного времени типа не будет но тут по ходу ну это не фиксированное время по-моему это прошло время планированная выгрузка до часу там с 9 по-моему до часу ну правильно потом у них сиеста в Испании с 4 ну груз будет полным это хорошо интересно надо будет его крепить не надо ну в Испанию не буду крепить береженого Бог бережет если там конечно есть возможность его укрепить ну Хигельман поехал хорошее у меня впечатление компания Хигельман из тех ребят из Пакистана если смотрите меня привет вам я вас помню только что-то на связь не выходите ни один ни второй там еще у кранец был один рычок тоже нормальный в годах ну ребята молодцы конечно помогли мне ну не то что помогли поддержали так готовы были поделиться последним даже кабиной даже предоставить мне полностью кабину так ну что тут где-то должно быть какая-то паркинг он мне показывал у него тут таблички показывали через километр или у них уже как в Греции по прямой километру мой садик то показывает через 2 километра но айгошки не видят никаких парков ну посмотрим сейчас проедем Лиадук развязочку и должен быть паркинг а вот сейчас я айгошка увидела моя левая а правая наверное просто уже заблудилась ой иначе что-то надо зарядку сделать приехать что-то спять во Франции фиговатое блин звоню вот типа выберите этот самый кому звонить что толку выбирали его оба обе симки они не рабочие вот через 500 метров пишет парк неактивный как бы нет возможности выбрать ну хорошо поедем посмотрим если он тут есть знак есть а что у нас по факту вот это что ли сюда заезд ну вот это что ли ну ребята ну блин здесь на ночь стоять я как-то блин не особо хочу надо поискать сейчас будет по карте еще получше место как-то возле камня этого в одиночку поищем сейчас ну что ребят вроде нашел я место там даже вот стиральные машины есть на улице и магазин рядом прятан для семи машин ну надеюсь время-то без пятнадцати четыре у Франции надеюсь что будет место блин на прошлый вот как так может быть вот ребята вот останавливаешься возле бордюра травка да выходишь и блин попадаешь на мину блин вот и туалет же вроде есть ёпара сетэ блин там где-то как стоял там и и нахезал балла сбросил ну что блин как так вот может быть у коллеги блин я даже не представляю вот как как я не заметил думаешь что-то мне не то попахивать стало в этой самой блин в кабине запах чувствую какой-то блин нездоровый или наоборот слишком здоровый ха-ха-ха пошел точно блин я хорошо что он не болит полностью а блин только так когда бортанул ну благо что лужа есть да можно это все дело как бы замочить и травой обтереться ну это конечно блин свинство мне рассказывали что там видели блин прямо в случае что блин сзади торчит из кабины блин за поручни держится и блин на паркинге Витёк не рассказывал там один вообще блин это же вспоминать фу блин совсем охренеть блин блин это уже не невоспитанность это уже блин я не знаю как это называется как-то помню мой босс был такие распущенный что ли блин ну ладно 7 километров надеюсь что там что-то будет а так в принципе можно было и здесь постоять но без удобств конечно фиговасто еще если учесть что я сейчас буду ужинать плотно надо будет супчик доесть я его похлебал чуть-чуть как бы заморил червячка надо будет доесть потом яйца сварить йогуртика пудинга булочек чая кофе и видосами заняться потом просчитать план действий на завтра через тысячи километров надо пройти за завтрашний день поболее не знаю как там загрузки-погрузки будет ну 600 должен я пройти кровь из носа ну если конечно там погрузка будет нормально быстро загрузят загрузят закреплюсь и выеду потому что если я всем по риге ой всем по местному стартану то вот сколько это в 10 должно закончится потом еще плюс девяточку 7 утра стартануть там остается 4-5 часов это 400-300 300 километров 400 блин как-то ну мне кажется там написано да у них такое бывает что не ну выгрузка это не погрузка бывает на погрузках у них там до определенного момента только принимают машину потом они уходят на склад работать как я и говорил когда да это частенько во Франции кстати такая штука происходит там до часу приезжаешь если то тебя загрузят если позже ты можешь стоять они работают но они не занимаются оформлением погрузки выгрузить могут ну в Испании там у них фигу знает что они там с сиестой знаете как может быть они пошли на сиесту и все и не вернуться во Франции кстати то же самое сиеста и прям потом я два часа ждал они пришли потом еще час ждал когда они начнут так Анжер направо направо не направо не сразу направо направо вот здесь направо ой блин ой это даже не помогает от солнца потому что не солнце а асфальт светится мне бы не проехать с этими очками от солнца уходить лампочка чтобы кое-нибудь вправо ушла чтобы было бы нормально посмотрите посмотрите я отъехал от побережья какого-то речки да там уже вниз спускаюсь ты уже блин не середина но уже туда вниз на юг Франции уже уже чувствуется такая жаркая погода хотя 8 градусов на улице но жарко я правда в байке сижу конечно думал что я ее дома оставил блин а Наташа говорит что вложила мне ее она была вывернута я думал это спортивные штаны оказывается нет это не спортивные штаны это байка моя потому что куртка грязная когда я блин вот куртку надо бы постирать конечно не за что нужно же я куртку стирать хотя посмотрим надо бы постирать потому что она грязная без тросика отцеплять прицепы надо под него подлазить ребята это блин конечно засада еще та так теперь вот этот меня подлезать под меня хочет подлезть пропустим его пропустили не вижу вот туда 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 и сейчас направо все на анджер идем мне как бы если на погрузку прямо будет с кольца на паркинг по ходу налево и до паркинга мне по два километра буду надеяться если там есть место то нормально будет паркануться а если нету то уже поеду в сторону загрузки буду там может быть возле нее что то искать ну время то у меня дофига дофигища как говорит подружка моей сестры а шампиньонов то было говорит дофигища блин когда это было давно блин я сестричка моя подруга Елена Игорешка Иванов ушел который мой брат тихо братуха с детства блин а кстати очень похоже что там блин может и не быть место стоит там парочка каких то фур уже потому что этот пойдет кто же туда хочет что может быть что может быть нет этот не туда уже хорошо или вон ДНЖ нам нам туда не надо нам на паркинг одна две стоят фуры я надеюсь что тут бесплатный паркинг куда нам не надо сейчас узнаем почему одна фура стоит не на нем здесь заезд запрещен заезд как то ага вот так это интересно 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 пусть... мы надеемся что он бесплатный Финнан а это все финны это финские все финны а это как бы заехали ребята все будем узнавать платный не платный если платный конечно будет валить отсюда чтобы красиво стать как все я думаю все приехали вон там за видите сыральные аппараты пойдем узнавать платный не платный вот на таком паркинге я стою вот магазин вот заправка раз два три четыре пять шесть семь семь машин может стать все французы они все приезжают в магазин заходят и уезжают один я такой герой это остаться на ночь но я представил что вроде можно поспрашивал у коллегу французского да спокойно можешь спать платить надо нет не надо нигде платить магазин работает до восьми там если что гальюн есть а также видите прачки как я и говорил а вот она тоже будет спать хотя фиг узнает может магазин пошел батарейка садится поэтому вот я там стою такой в середине есть вот кстати один прачечный сервис второй прачечный сервис я так посмотрел сколько стоит там это все дело вот маленькая машинка по-моему 5 евро стоит так вот вот только например стиралка видите 5 евро 8 килограмма 18 занято 10 евро и сушилка там а сушилка сейчас посмотрим сушилка стоит 20 минут 3 евро 40 минут 6 евро 9 то есть все удобства хочешь кэшом хочешь карточкой здесь примерно то же самое я думаю тоже если выбрать язык english а тут блин по эсэмэскам как-то там значит а сейчас посмотрим тачскрин сделаем сушилка нормал например 20 минут 3 евро ну примерно такая же цена я думаю если мыться 9 килограмм например 5 евро а температура еще зависит вот такая фишка заодно может здесь можно здесь по-моему возврат или отправление не знаю видел эти боксы такая вот интересная парковка блин думаю мне понравится да чтоб не приехали меня не листовали потому что время у меня закончится вот здесь кстати можно купить цветочки по 29 по 30 вернее евро по 20 евро по 40 евро здесь можно купить багетту наверное покушать пиццу ну и заодно можно вот бутылды купить всякие разные попить можно купить я сходил в магазин закупился так сказать ну вот сейчас пойду один выезжает который рядом со мной стоял и будем ему мешать моя сканья стоит с джустоном джустон охраняет ел вернее наблюдает видите джустон так что вот так ну коллеги нормальные адекватные вам вместе правда не говорят ой ребята тепленько здесь в каюте в кабине ой только что съел полкило креветок Наташа звонила мне вчера говорила что креветки кушать рисота сделал с креветочками вот я говорю я тоже куплю креветки зашел в магазин здесь купил креветок купил водички купил то что надо было для пропитания так сказать ну что все в порядке как я не знаю сказал не сказал проехал я 252 километра 9 с половиной часов работал а вождение у меня получилось 4 с половиной часа 30 километров до погрузки 8 она открывается начну где-то в начале восьмого выехать и доехать надеюсь все нормально смотрю ребята подъезжает уже вот там уже спит здесь здесь лев со мной рядом тарабанит но мне это не мешает совершенно кому-то мешает рев кому-то мне нет так что все в порядке что еще хотел сказать магазин здесь здоровый да сейчас ходил руки помыл надеюсь каюта не будет пахнуть креветками потому что тут их кушал выбросил конечно так все сразу завернул и выбросил потому что их надо было сегодня съесть в принципе я купил по скидке у них там завтра после завтра заканчивается срок вот 4.30 стоит полкило там больше чем полкило вот такие хорошие вот место такое отличное блин ну конечно 45 не постоишь но 24 часа или на ночь если приехать вот сейчас например местного времени 7 часов все вот только сейчас последняя машина заехала все после семи тут можно даже не ехать сюда ну если только пару машин не уедет которые может быть он тоже приехал только затоварив отоварится в магазине вот такие вот дела погода так себе но хоть солнышко дождя нету больше а то есть сегодня тоже с утра лил дождь ну то есть все в порядке едем мы в Испанию повезем полный груз как я говорил 1050 км надо проехать завтра загрузиться и проехать так чтобы до ну не знаю до 12 приехать на выгрузку не знаю получится не получится посмотрим надо еще уже заправляться наверное потому что там 35 процентов уже наверное меньше осталось топлива делать запрос как то вот так ну что все в принципе в порядке едем дальше спасибо что заходите нас уже тысячи вот там уже на канале смотрю рекламу включают это сам хотел посмотреть видосами блин рекламу ее главное ее не пропустить надо поставить наверное в настройках чтобы стояло пропустить я еще там не разбирался поэтому они включили уже монетизацию ну конечно это все ерунда у меня таких просмотров нету по сто тысяч у меня и тысячи просмотров вред когда бывает так что сам факт не думайте что я там что-то подключил это youtube уже подключает ну ладно на этом буду завершать это видео спасибо всем спасибо ребят что заходите пишите в комментариях вопросы будет что обсудить а поскольку кстати монетизация может быть будет легче проводить стрима надо компьютер подключать напрямую можно и с youtube уже вести прямом стрим то есть ну ладно на этом все ребята берегите себя своих родных и близких и все будет чики-пуки пока 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 не